Друзья мои, знаю, да, в эти нелегкие времена очень модно делать всяческие ремастеры. Какие-то из них получаются неплохими, какие-то так себе. И так как относительно недавно мы и сами, признаться, вывалили на наш канал ремастер нашего самого крутого ролика, то очевидно, что остановить нас будет несколько проблематично. И так как держать интригу в любом случае не получится, вы все видите в названии. Давайте просто вместе с вами вспомним, что же из себя представлял скраб-чаптер. Представляю вам свою первую мигу. Знакомьтесь, Дунканг, глава Ордена Халама. Ну-ка, Спейс, накинь-ка быкца. У нашего Дункана чаптер свой был. Он в разные битвы свой чаптер водил. И если смотреть эту запись наоборот, то выглядит, как будто я ему бошку отрываю. Суть по выражению его лица. Кошмарные пытки. Чудовищный план. Как в Бэке ГВ. Как ты любишь, еб... ...избавиться от старых морских подставок. Мы их тупо отрываем. Мне пришлось их отмыть, потому что они не подходили по цветовой гамме. Иссякли гранаты. Обои мы пустые. Но мелочи эти нам всем ды... Когда мешают нагибать, несут циапавер покупать. Есть, слушаю, 75 волков. Всех оставляют без портков. И к волксу сразу рядовой. Пришлите нам волков горой. Услышен зов. Идут волки. Один. И два. И целых три. Четыре. Пять. А где же шесть? Простите, это все, что есть. Сержант поднялся. Вновь упал. И как ужаленный орал. И почему вас только пять? И что у вас с прическами? Такая встреча у дарков была для скаутов волков. Да, были времена. Так вот. Че я вдруг сполошился? И почему я решил сделать мягкий перезапуск скраб-чаптера? Ну, на самом деле, все просто. Я человек творческий. И так совпали факторы, которые в результате дали мне творческую пинка под зад. И я такой, да, точно. Нужно сделать скраб-чаптер. И сейчас я постараюсь кратенько вам все изложить. Если вы обратитесь к последнему на данный момент ролику по ссылке для дедушки Спейса, то там вы сможете лицереть некие миниатюрки, которые послал нам подписчик. И это были, ну, прям собранные отряды. Конечно, они были сделаны из говна и палок, с какого-то литья, склеены местами кое-как. Какие-то адовые конверсии. Но, блин, я в очередной раз подумал, насколько же все это круто. И подписчики делятся со мной своим творчеством. И что, ну, распаковать, показать вам и на полку опять поставить, и оно там будет пылиться неизвестно сколько. Нужно это как-то применить. Но как? Что из этого сделать? И тут еще оказывается, что в соседнем королеве Алексей, который воодушевился нашим крюсейдом, захотел, ну, не в ересь податься, а просто со своими королевскими друзьяшками запустить свой крюсейд с Блэк Джеком и с девчонками с низкой социальной ответственностью. Я не помню, каким образом я это узнаю. Наверное, от него он такой, типа, а, вот мы в королеве будем в крюсейд играть. Я такой, подожди, как-то вы будете играть, а меня, значит, не пригласили. Алексей мгновенно осознает свою ошибку, ну, потому что, наверное, я стоял в этот момент с топором сзади у него с таким выражением лица, и такой говорит, а, да, ты знаешь, ты тоже можешь с нами поиграть, да, да, мы тебе найдем четного участника, как, как, пожалуйста, приходи. Я топорик отложил и задумался. Помните, мы с Максимом вам рассказывали, что, да, блин, столько идей, но всегда, когда ты сталкиваешься с необходимостью вот прям завтра начать крюсейд, и как бы такой, да, идеи-то были интересные, только половину я уже не помню, а другую применить не могу. Потому что, например, играть за старых металличных ХСМ у меня тупо миник для этого нет. Это нужно заранее подготавливаться. Я, естественно, подумал про какие-то другие фракции, но не хочу ничего начинать, потому что я знаю, что мне и так хватает моих там двух с половиной фракций, которые сейчас играю, чтобы концентрированно на них держать фокус внимания и не теряться в их правилах. Я также подумал, может быть, взять того Фрэнка ХТХшного, которого мы отсортировали, когда создавали свой крюсейд, и попробовать поиграть этим. Но, блин, это еще, получается, уже третий, что ли, проект по Девгарду, кому это надо. Так что взгляд сам обратно вернулся на миньки, присланные подписчикам. Но, опять же, были вопросы, по какому кодексу за них играть? Ну, естественно, хотелось, наверное, за Спейс Маринов. Но вот я два сезона пасты за них играл, и что-то не сложилось. Да, я понимаю, там ситуация была несколько специфичной, меня кормили говной. Но и по задумке Скраб Чаптера здесь тоже ничего не поменяется. Что мне подписчики прислать будут, тем я, собственно, играть и буду. Так что я вряд ли разберусь в правилах, и опять это будет одна партия в месяц, где я не буду знать, как все это играет, поэтому в жопу это все. Значит, нужно играть за рогатых натуралов. Но тут тоже проблема, потому что кодекс еще восьмерочный, старый. Ты его просто открываешь, и из него песок сыпется. У него даже разделы в других местах никак сейчас приняты, и это очень странно, конечно, воспринимается. И получается такая ситуация, что, во-первых, не очень интересно по нему играть, само собой. А во-вторых, где-то в обозримом будущем выходит новый кодекс, и придется все в этом Крюсейде перевернуть. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Но, тем не менее, подумав, почесав свою небритую бороду, я пришел к выводу, что лучшего варианта, чем начать играть за рогатых натуралов, все-таки нет. Пусть старый кодекс, пусть все это поменяется, но, блин, короче, вот у меня Крюсейд, который нужно играть прямо сейчас. Вот Миньки от подписчика, и они достаточно сильно похожи на Миньки Хаоситов. Я прикинул, что он мне прислал в ростер, и это реально складывалось в 25 пп, и такое вообще плевать, буду играть этим. Будет очень смешной скраб-чаптер. Ну и да, я надеюсь, понятно, почему мы решили завернуть именно в эту обертку этот проект. Потому что у нас уже был похожий проект, где нам Миньки тоже прислали подписчики, но надолго нас тогда не хватило. Эти серии прямо забирали кучу времени и сил. Так мы больше поступать не будем. Теперь все гораздо проще, гораздо легче. Берем Крюсейд, берем Миньки и вперед. Ну и, кстати, да, в конце сезона эту армию, полностью собранную и покрашенную, мы разыграем между подписчиками. Не по кусочкам, целиком. Ну и чтобы поучаствовать в этой акции невиданной щедрости, нужно будет внимательно смотреть все ролики. Потому что в каждом из них мы оставим один символ кода, который вам придется нам предоставить. Не волнуйтесь, не понадобится бегать глазами по всему кадру, чтобы только не пропустить этот символ, я всегда буду как бы обозначать. Типа, вот он. Но в какой части ролика это будет, в каждом по-разному. Ну и я обещал коротко. Поэтому давайте посмотрим, что там у меня все-таки в ростере. Да, это зрелище некрашенного пластика, а в особенности сратого литья, может и какую-то тонкую душевную конструкцию задеть за живое. Согласен. Но желание поиграть именно этим в новом Крюсейде было настолько спонтанным, что ждать еще, ну, порядка месяца у меня не было никакой возможности. Потому что в этом бы случае я просто бы не успел на этот поезд. Поэтому, друзья мои, терпите. В этом даже есть какое-то мерзотное удовольствие. В кои-то веки на нашем канале посмотреть, как люди играют своими миньками в клубах. Если кто не в курсе, то да, вот такое люди без какого-либо зазрения совести выкладывают на стол. Потому что красить это для лохов. Покупать оригинальный пластик, это пусть какие-то богачи делают. Которым важно, загнется Games Workshop или нет. А нам похорено. Загнется, так мы пойдем другую игру отливать. Если вы по какой-то причине не уловили иронии, я вас с этим категорически поздравляю. Ну и лишний раз напомню, если вы покупаете у литейщиков, то вы покупаете у воров. Я, кстати, связался с Иваном, и он сказал, что все вот это он раздобыл на барахолке. Так вот, практически в полном составе здесь миньки, которые пришли от Ивана. Он просто взял и собрал мне ростя. Ваня, низкий поклон тебе. Можно сказать, зафорсил целую рубрику. Так бы я этот Крюсейд играл бы каким-нибудь говном. А, да. Короче, перед вами какой-то отборный хлам, который мы, кстати, покрасим. В ближайшее время я уже своего художника обрадовал в кавычках. Нашу зондер-команду ведет лорд Нургла на байке. У него клавса и комби Мельта. Варлорд Трейд у него чисто Нургляцкий на плюс вунду и шестой ФНП. А в руках релик Корсаров. Артефакт Нэх, комби Мельт. Я первый раз такое вижу. Да, давненько я не заходил в расширение для ХСМ. Короче, вы поняли. Наши парни Корсары. Главная их фишка то, что они чаржатся после адванса. Вторая их фишка, к сожалению, в Крюсейде неприменима. В качестве трубсы. У нас, во-первых, пять ХСМ-чуваков. У командира плазма-пистолет и Пауэрсворд. Иван, спасибо большое тебе за такую закачку. Что-то у него еще вылезает из живота, но, к сожалению, профиля для этого нет. Три жестких болтера. Как видите, мы тоже тут по Нургу прикалываемся, потому что все именькие Нургляцкие. Кроме последнего чувака с Хэви Болтером. Я, к сожалению, не знаю, откуда он вообще взялся. Когда-то кто-то где-то мне его подогнал. Он все это время лежал на полке. И вот пришел его час, посмотрите-ка. Вторая трубса, это внезапно крашенные культисты. Когда-то другой Иван сказал, слушай, я хочу сделать тебе культистов из генокультистов. Я сказал, давай. И вот парни тоже все это время лежали на полке, но, кажется, пробил их час. За элитных чуваков у нас выступают крайне странные, ужасные, страшные, литые пасэсты. У них, типа, какое-то даже вооружение есть, но, понятное дело, абсолютно не визвижное. Потому что какие-то плазмы, клавсы, что это? Классы мы отрывать не будем, это будут Харифик Мутейшн или что там у них. А вот плазмочки, да, придется на что-то заменить. Возможно, в уме Ивана это были какие-то чоузаны. Но я, как минимум, боюсь, что в новом кодексе ХСМ чоузаны вообще будут другие, и эта закачка им не пойдет. К тому же, у этих парней определяющие пиццы как раз от пасэстов. Так что будут пасэстами. Ну и, мать его, литой дредноут на литой подставке. С нахрен, мать его, плазма кэноном. Иван, не знаю, спасибо тебе или проклинать тебя за такую закачку. Я знаю, ты хотел, чтобы я мучился. Сукин ты сын. Ну и зацените этого негодяйского Тао, которого мы сжимаем в наших потных ладошках. Очевидно, это отсыл очка на деда, который душнит одного из своих работников с салитарскими пятками. Вот такая шайка Лейк сейчас будет разбираться с нормальным крюсейдом. Но мы верим в этих парней, надеемся на светлое будущее и боги, все четыре, хранить королеву. И нашим первым оппонентом в королевском крюсейде выступает Кирилл. Вы должны его помнить по нашим обучалкам по Варкраю. Кирилл снова у нас в гостях. Мы открываем первую партию крюсейда имени королевы Виктории. Моя армия называется Чистильщики Плоти. Главный у них сейчас это возвышенный чернокнижник. Имя ему Матгаст Черный Гвоздь. Сумасшедший чернокнижник, который ищет пути мутаций. Поэтому у меня выбран культ мутаций. Чернокнижник сейчас Варлорд. У него выбран релик Сикер Афтер Шэдоус, что дает ему один дополнительный Кобал Пойнт. И он может кастить на 3D6, убирая 1D6 во время каста. Также у него два заклинания. Темпорал Сёрдж и Девестрейшн Вордс. Далее у меня в Трупсе 5 рубрик Маринов. Чернокнижник в рубриках Маринов зовут его Зубенко Михаил Петрович. Помимо него 3 его другана еще с ереси с болтерами. И один обзавелся роторкой. Сам возвышенный чернокнижник знает граммуаров Дзинч. Также 10 парнишек-культистов, которые помогают им в раскапывании археотеха. И потом служат материалом для мутаций. Возвышенные дзангоры на дисках. У них имен нету. Обзавелись луками. Вырезали их из обшивки своего корабля. Ну и к ним сейчас отыгрывает очень древний хаос-предатор-аннигилятор под ласковым именем Ласточка. Чтобы она летела и уничтожала своих противников. Опять эти тысячники. На малый формат у них прям эти марталки, конечно, полная жесть. Нет, миска просто насыпать им в лицо. Мало моделей, они все это легко убивают. Но мы попытаемся выиграть тактически. А Токер Дефенер определяется броском 3. И 5. Ты можешь решить, кто атакер, а кто Дефендер. А в чем разница? Понятия не имею. Я тоже. По-моему, атакер... Первый ставит точку, это атакер. Да, давай. То есть я тогда атакер. Хорошо. Миссия сплай-дроп. У нас три точки, которые сначала поставил Кирилл одну. И вот себе туда еще одну. Я поставил себе сюда. Но я выбирал диплей как Дефендер, потому что Кирилл решил быть атакером. Я с этой стороны. Здесь у меня по сестике культисты. И с этой стороны все остальное. Байк. Обычный ХСМ. Тредноут. У Кирилла здесь культисты. Его маг. Энлайтменты на дисках. Танчик посерединке за леском. И здесь вот обычные парни. Рубрики. Лубриканты. Кидаем кубик. И у нас две шестерки. Еще две шестерки. Вы видели это? Да. Окей. Тройка. Эх, я не у Кирилла. Три шестерки. Обосраться. У меня больше шестерок за эту игру не будет. Все. Спасибо. Ну, фаза. Начинается с того, что рубрики выдвигаются. Давай. На шесть. На шесть дюймов. Ну, они чуть поменьше. Вот, точечки хотят встать. Да. Так, они встают к стене? Да. Они хотят смотреть. Ладно. Вот так вот вышли. Дзангоры на дисках. Они? Они летают. Они могут на 12. Смотри, что, хотят обойти меня с фланга. Окей. Так, стоп. Чтобы точно было. Так. Ну, они вот здесь вот могут остановиться. Ну, остановись вот здесь. Чтобы я вижу задницу твоего дредноута. Настреляешь из лука мой. Некрашенный дред. Ах ты. Ох, сейчас сорвем твой дред. Дядь. Ну, сорт просто пройдет. Он немножко обогнет. Так-то он на шесть вот здесь встанет. А если он нагибает, то встанет вот на трубу. Понравилась труба человеку. Да, да. Труба такая приятная. Тепленькая еще. Культистая. Культистая. У меня, скорее всего, БААдвансед. На 10 дюймов в результате Адвансед. Потому что кинули шесть. Минус два залез. И вбегает в лесочек. Да. И не стоит точку. Но, по крайней мере, они пытаются. Пошли по грибы, короче. И последним ходит предатор. Выдвигается на 12 дюймов. Вот сюда. Короче, какая-то атака идет на мой левый фланг. Цель здесь для него культистая. Сорк копается здесь. Ищет различные интересные знания. Типа откровенные. Пурсуит оф ноличь агенда. В общем-то. Да, ищет забытый хентай. В си фазу Сорк за три кабалпоинта. Автоматически скастил на них еще раз подвигаться. И они двигаются куда, Кирилл? Да дальше. Они, может быть, и... Дредноут, это, конечно, весело. Но мы можем пострелять и в обычных парней. Смотри, что они вообще наглые. Просто прут. Как козлы какие-то на диск. А, подождите. Да, они... Они есть козлы. Они трайфорс. Парни такие... Что-то на горизонте маячит. Стрельбу открывает Луки, которые с игнором Lookout Sears стреляют в моего байкера. Два плюс попасть. Всегда два плюс. Смотрите, один жесткий промах. Теперь пятая сила в пятую стойкость. Четыре плюс. Бам, два. Два, минус один, один. Два четвертых армора Инвуля. И один шестой... Нет, не получился. У нас осталось шесть ран у парня. Потому что у него шесть по базе, одна за трейд. И фастчерджей. Хитрый план. Завязать мою трубсу. Нарезать ее на лоскуты, обойдя дредноута. Но парни хотят просто так отдавать ни грамма своей нурглядской плоти. Поэтому включает овервоч, хэриболтер. Бам! Два раза уже попал. Один, ну, не попал. Был техническим. И теперь с какой-нибудь стойкость. Видимо, там, четвертая какая-нибудь, да? Четвертая? Блин, приролик что ли? У них же по две вунды. Ладно, хер с ним. Просто попал один раз. Пятый инвуль. Пятый инвуль, естественно. Да что это за семя... Я не... Шестерки не кончаются. Все, я весь год потом шестерки кидать не буду. О, нет. Обычные болтеры. Один попал, колов нету. Пробить с четырех не пробил. Также пластмасс пистолет с перегревом. Не попал. Жаль, жаль. Чардж-муф на семь. Бам, легко. И вот так вот они приходят в дюйме от дредноута. Естественно, а смотри только аккуратненько, встань так, чтобы я в тень не подошел. Руинка в вашем воображении. Вот видите, это колонна ее. И смотрите, мы встали в трех, вдали от трех дюймов от парня, чтобы не подтянулся и в дюйме от дредноута. Вот этот в полдюйме от этих парней, а они в полдюйме от него. То есть могут себе бить сюда. Три плюс. Семь атак на три плюс. Попали как-то слабенько. Слабенько. Я же говорю, все. Сила четвертая по четвертой атаке на четыре плюс. Два. Два. Третьи арморы и у нас есть уже один трупик. Пробитие. Вот этот умер. Теперь диски бьют. Также три плюс. Два попадания есть. Точно так же. Четыре плюс. Одно. Еще один кол. Да, еще трупик. Потери просто несем по всем фронтам. Два обычных паренька опинают. Две атаки на три плюс. Одна дополнительная, потому что теперь две фт-дефолл сэмпер. Рерол за стоящего рядом парня. Хочется его назвать Фрэнком, но это не Фрэнк. С четырех. Две. Пятый инвули есть. Один, одна раночка. Вот этот молодой человек задний наполовинку просел. Командир отряда по арсвардом тоже машет на три плюс. Ух. Рерол за парня. Дополнительная атака. Все попало. Просто пипец какой-то. И на три плюс пробить две. Два пятых. И на вольяж жестких. Мы все-таки смогли нажать. Разменялись два к одному. И в конце хода изыскания хентая закончилось. Все есть. Нашли что надо. Вам в комментариях ссылочку дадим. Так как у нас a natural dread affliction, здесь все именно следа имеют и эти парни. У них не восьмой, а седьмой. Еще одна шестерка. Шестерок нелепых нет. Значит, сохранили. А так бы на шестерку убежали. Чардж козлов на первый ход не то, чтобы штука страшная, но неприятная. Да, они никого не убили, но завязали. И мне придется с ними как-то разбираться. Тратить свой первый ход не чтобы подготовиться к отражению атаки, а вот как-то зачищать этих пацанов. А на этом формате, когда у тебя так мало сил, они более половины армии завязали своим этим черджом. Первый ход с крапчаптера. Начинаем мы получили кпшку. И с главного броска, который определит, собственно, что будут действовать наши парни. Это Advance Roll 6. Ничего себе. Итого 13 дюймов. Чтобы вы понимали, наши парни бегут со всех ног сюда. И да, так как мы ренегаты по Корсарам, мы можем чарджить. Ой, Олесенка, Олесенка, ножка бобова. Уже два погибло. Еще одна шестерка. Какая-то жесть. Короче, просто вбегаем. Вуину и пытаемся биться с теми культистами за точку. А на правом фланге Дредноут выходит за руиночку, чтобы увидеть вражеских культистов там. Ну и наш лорд пытается освободить нашу трупцу от завоевателей. Шутинг-фазу открываем стрельбой из пистолетиков. Плазмопистолет с перегревом. Бам. Попал. Пробил. Пятый инвулет. Это не он. Ну, значит, один парень у меня... Вот этот парень отъезжает. Остался еще один. В него вторым пистолетом стреляем. Не попали. Теперь Дредноут стреляет из со плазма Кэнона в отряд из десяти тел. То есть по умолчанию три выстрела, потому что бласт. Четыре плюс, потому что парни стоят... Прирол кола нет, так как слишком далеко лорд. И пробить на два плюс есть два, видимо, трупика. Или у тебя всех инвулей. Два парня сдохло. Они не аркани от стартов. И даже пока что не дзангоры. Так что инвулей у них нет. И Марталочка за колу, к сожалению, 7 вундов осталось. Теперь лорд фигачит из своего болтера на байке туда же в культистов. С трех попасть. Рерол копеек, потому что старый кодекс. Три плюс пробить. И два. Шестые сливы. Нет. Два еще умерла. Погибло от болтеров. А теперь реликовый болтер туда же. Рапид Фуэр три. Три плюс. Сцелировал копеек, потому что парень-то все еще в старом кодексе. И смотрите, у нас четвертая все еще сила. Но ее хватает, чтобы занести пять. И это без сайвов, потому что минус один. Пять парней. И они, в принципе, закончились. Там больше ничего нет? Хренит вообще. Просто взял и размотал своим болтером. Обязательно пометь. Ты целых культистов убил своим лордом. Сила. Сила. Два черджа. Здесь, Юлия Чаш, будут ли какие-то действия. Ну, я могу тебя. Верующий. Верующий сюда жестко. Почему нет? Вот, кайф. Начинаем с плазма-пистолета. В морду. Бэм. Так, один выстрел. Не попали. Три болтера попали. Два раза. Чего смотри. Негодяи. Теперь давай пробить. Свертый сильный, четыре плюс. Бум, один. Пятый инвалидс. Нет. Жадный парень. Немножко облегчился. Из тяжелой роторки. Роторка. Ничего. Чардж-мув. У-у-у-у. Короче, парни, вот так вот за спину зашли. Обхватывают, обнимают. Любят лубрикантов. Они уже смазаны, так что тут будет все хорошо. Ну, и тут нужно отъехать от стеночки, а то еще и ласки пол дадут. Поэтому кидаем чардж-10. Но этого нам настолько не нужно. Просто вот так вот приехали к пареньку. Ну, ядритного тоже хотим спрятать. У-у-у. Короче, все дошли до комиссарского тела. Стоят. Начинает лорд, у которого куча атак, потому что клавса и чардж. Шесть атак на два плюс. Дополнительная атака за каждую шестерочку. Реролл за себя любимого. Все там. Четыре плюс с полным цукори-роллом. Мы даже что-то донесли. Нет, мы хорошо донесли, кстати. Пять попаданий. Катынин вали. Он типа жив. Ну тогда кулаком, Хилбрута. На. Че-то, короче, не попали. Че-то не попали. А вот это, видите, у нас считаются все кубы, которые встали. Технические. И реролл за Фрэнка попали всего лишь три. С двух, видимо, пробить два еще пятых. Легко, давай, как бем. Всего лишь один. Дай при роли и выживи. Ну, давай попробуем. Крайне обидно. Смотрите, я его разложил на капешке. Была не была? Плохо. Оно есть. В каждой шутке есть твои шутки. Ни грамма в рот, ни сантиметров. Сейчас всех вас порешу. Еще один важный бросок. Д3, мать его, атака по сесту. Бэм. Две. Ну, это нормально. Три плюс, попасть на шестерки, дополнительные хиты. Блин, смотрите, шестерка, но она, к сожалению, на краешке. Шестерка на шестерку. Два дополнительных хита, минус, раз, два, три, четыре. Ну-ка, эти хиты дополнительные. Одна полна. Это, короче, дополнительный хит один получился. Два плюс, под, ведь, раз, два, три кола. Да, три кола. Четыре кола. Сухо. Пятый инвули, я вижу два всего лишь ран. Тебя по две, да? Раз, два, три рубрика обижала. Уходит. Мы, естественно, наступаем, поднимаемся наверх. Наступила пора ударить дзангуру. Он бьет в обычных парней. Ручками. Ручками. Две попали. Четыре плюс. Есть. Два треть хармора. Это... Диск. Попали. Продвиги. Четыре плюс. Продвиги. Еще один кол. Пожалуйста. Я мне... Я сейчас уберу его, и у меня ледак вообще упадет, и этот может вообще убежать. Но у него хэви-болтер. Но я уберу все-таки командира. В жопу пошел. Сыр раный. А, нет. Я тогда не зарублю, блин. Я одной атакой не зарублю. Он просто мне тут все... Понимаете? Он меня залочил. Сука. Ладно, хэви-болтер уберу. Теперь отбиваются рубрики. Плюс. Одна есть. Четыре плюс. Нет. А вот у ошпаренного Сарка Зубенко Михаила Петровича три атаки. Та же три плюс. Три плюс. Четвертый. Это не один. Короче, в любом случае умирает вот этот паренек в одной ранке. Перед этим, правда, мы ударили из нашего сварда силового. Оба раз попали. И с трех пробить. Один раз пробили. Давай, смотрим. Снова на пятый. Да! Это он! Просто монстр кокблока. Пришел, всех собрал. Так, ну что, пацаны? Конец файт-фазы. И так как у нас Марка Корна на наших посестах, мы за три поставшихся КП вырубаем второй раз подраться. Все так же с трех попасть. У нас есть один дополнительный атака, который промахнулся. Все так же с двух плюс пробить. Смотрите, здесь всего два кала, потому что один умер. Ну, с ним накидали примерно только столько же. Пять плюс инвуль. Парни кончились. Рассыпались в прах. Вот так вот. Победа. Но зато я хинтай нашел. Хинтай. Мы такие пришли. Где хинтай? А все уже нету хинтай. Снова кидаем ли. Так? Ну, нормально. Прошли. За шестерку бы убежал последний хрен. Во-первых, просто общий комментарий. Я хочу сказать, что на первый, на первый ход такая дичайшая движуха. Куча кубов кидается. Что-то происходит. Охренеть. Ну, я, конечно, на вражеский чарж на первый ход ответил своим черджом на первый ход. Удачно кинул адванс. И мои пассестики пришли. И, правда, потратив 4 КП суммарно, все-таки 5 Мариночков смогли замочить. Но, тем не менее, звезда первого батлраунда, это отряд козлов, который уперся и, блин, не дал мне освободиться. Справедливости ради не то, чтобы мне нужно освобождаться на свой ход, скорее удобнее как раз на вражеский. При этом, из-за того, что козлы были у меня, я смог выйти из руинки, расстрелять нахрен отряд культистов и вернуться под ее спасительное укрытие, подчаржив этих козлов. Но, тем не менее, они просто спилили мне отряд трубсы. Остался последний чувак и еще непонятно, выживет он или нет. В общем, этот ход с козлами выглядел максимально оппортунистским, но, мне кажется, отыграл на все 145%. Второй ход тысячников получили кпшку 0 очков, потому что точек не скорят. И мувфаза у них начинается с того, что танк отъезжает назад, хочет разбирать негодяев в упор из лазерных орудий. Он обвешан всем, если что, там у них лаунчер и комбик, все есть. Сорк двигается вот сюда, чтобы быть поближе к танку и подальше от того, который здесь у него нет. В сифазе за кпшку потратили, поменяли заклинания, пресайнс на этого замечательного мальчика. Да, шестой, но плюс один за тысячников. Не получилось, потрачу последний кп, чтобы все-таки в туне кпшка-то не есть. Плюс один тухит на танке. И за кабалпоинт заклинания на дополнение командпоинта. Сложность третья всего лишь бем. Еее! Поинт есть, но болезненный поинт. Но болезненный. Три. Осталось пара ранг. Шутинг, фаза, танк из всех орудий отстреливается в моих посестов. Хавок лаунчер, три выстрела. Два плюс. Попасть. Три плюс пробить. Смотрите, эти шестерки не заканчиваются. Третьи сейвы. Один нет. Какой-то паренек остался в ранге. Комби мельта туда стреляет. Два плюс. Бах! Типичный мельта. Четыре ласки. Туда. Два плюс попасть. Все. Два плюс пробить. Четыре пятых. И у нас даже есть один. Итого. Ну, ты покидай, конечно, дамаг. Один умер. И еще два раза кинь. Чисто по припалу. Ты зря так кинул. Почему? Ну, короче, ладно. Все умерли. Кроме одного парня, который откинул ноль. В ближнем бою теперь бьет наш лорд. Потому что ход Кирилла. Он что-то там попадает. Даже осмотреть свои клавсы. И дополнительных атак нет. С полным реролом пробить на... Четыре плюс, наверное. Четыре пятых. Давай. Ты уже показал нам бесконечное количество пятых, шестых. И они все-таки закончились, но с трудом. Видите? Да. Два. Все же мы этого парня, который разблочил... Добили. Два. Не, сколько? Третью уже фазу блочит, сука. Мораль фазов. Смотрим, убежал ли этот парень. Причем ни реролов, ничего, естественно, нельзя приметь. Прямо убежал, сука. Красивый был чувачок. Не дал, конечно, очков в танку, но и точку мы потеряли, к сожалению. Убежали по сестике. Честно признаюсь, по сестиков жалко. Я ведь, по сути, взял ренегат-чаптер только ради них, чтобы чарджить после адванса. А их тупо танк из противотанковых орудий расстрелял в упор. И мой ренегат-чаптер на этом закончился. Но у нас еще есть ресурсы, чтобы повоевать. При этом не так уж и далеко от нас стоит подставившийся мак, у которого всего две раночки осталось. Второй ход хасситов жестких. Получили 10 очков в заточку, которая у них там в уголке. Рядом стоит с ней лорд. И мы получили кпшку. После этого, значит, здесь атакуем танк на 6 дюймов. Померили. Это будет, соответственно, вот где-то здесь. Наши парни выйдут. Главное что? Главное просто его нахрен залочить в ближнюю бою. На правом фланге наш лорд выдвигается из вот этого замечательного... Из воротины этой. И едет к своему другу вот туда на 14 дюймов развлекаться. Оставшийся космодесантник идет к точке, которая там в уголке в темноте. И дредноут проходит на свои 8 дюймов, чтобы увидеть вот так вот из-за стеночки танк. Культисты, которые такие, да, нас выбрал хаос. Танк ты огребаешь. Начинают просто долбить из всего. Сначала хэви стайбер. Все как надо, только к зафинью. Нет, пробил, кстати, один раз. 6-3. Бэм. Автоганы с 4. 6 пробить. У нас есть целых 3 раза. Так, тихо. Деньги. О, рамка, да. Величие хаоса. У него осталось 10. Ну тогда из плазмы Кэнона туда же. Бам, количество выстрелов, естественно. Один кол на попасть. Нет, попал. Смотри, что пробить. И мрамил. Ну и тогда наш герой Попа Горой Бам туда из обычных болтеров с Тань. Ой, с... Не пробил. И 3 выстрела с реликтового болтера. Рел копеек за себя любимого. Есть, смотрите, к чё. И тоже с 5... Так, это, к сожалению, реликтового. 2. 2. 2. Четвёртых. Четвёртые. Минус 4 ранки. Охренеть. В 6 я стрелил. Чирджи здесь. 7 дюймов в танк. Ну-ка. Я слышал, что это не 7. Ну-ка, рерол. О-о-о. Мы обосрались. 6. К сожалению. Ладно, давайте ещё и здесь обосрёмся, чтобы... Уха, здесь, конечно, 11 просто. Парень заехал вот так вот туда, за руинку. 6 атак на 2. Плюс это приролить, потому что это классический, технический. Это, короче, ни одной дополнительной атаки, к сожалению, нет. И теперь 4 плюс с полным реролом, потому что это... Лайтинг. Клёв. Не то, чтобы дал. 4 всего лишь занесли. 4 плюс инвуль. Пожалуйста, легко. Одна ранка всего. Ответ. Чемберлена. 5 атак. Попасть. Ух, всё попало. Вот это люди бьются. На 3 плюс. И плюс. Тут прироль, потому что... А вот нам бы пора развалиться, да? Нет, смотрите, всего лишь один. Не прокинули. И это Д3 дамаг. 3. 6 ФНП. Минус 2 ранки. Осталось 4 ранки против... Здесь 1. Люди, да что же такое делается? Две задачи было у моих войск, и в обоих они обосрались. Снять 2 вунды с какого-то галимого мага не получится. Залочить танк, который даже выехать оттуда бы не смог, потому что он стоит у края диплоя. Просто его со всех сторон обнять, и всё. Он бы там своими ласками расстрелил бы этих, блин, культистов. Не, хозяин, чё-то мы туда не хотим. Это, естественно, нас ставит в крайне неудобное положение. Так, третий ход тысяччиков очков получили ноль, но получили 1 КП. И танчик двигается к точке. Хочет корить. В пси-фазу за КП-шку взяли думболт себе и прям долбит в моего парня. 6. Денька. Да. Ровненько. Ну да, плюс 1 даже. Это 3 марталки в лицо, плюс Д3. Ну-ка, сколько на Д3? Две. Тво 6 марталок. 5, вернее. Мне нужно кинуть 2 шестых ФНП, чтобы выжить. Я кинул 1, к сожалению. Этого не хватило. Лорд. Не. В 4 ранках умер. К сожалению. И присайнс в этого паренька. Ой. Денька есть. Есть, да. Стрельба. Танк стреляет, соответственно, всем корохам сюда. Ласками туда, правильно? Хавок лаунчер. 3. Ну, больше, чем 3, так что 5. А 3 плюс? 2 плюс попасть. 2 плюс. 3 кола. 3 плюс. 2. Кидаем за задних, которые в ковре 5-е не спасло их. Минус 2 паренька. Эх, падай. Не хочешь умирать. Комби болтер. 2 выстрела. Есть один. А 3 плюс того, что стреляет в обе части. 4 плюс пробить. Пятый. Этот не он. Еще один парень. Эх, умирает. Мель-то кол. Нет, смотри. Попало. Пробить. Пробило. И вот там паренек умер сразу. Ничего себе. Ласки. Сюда. 2 плюс попасть. Здесь колов естественно нет. Все попало. 3 плюс пробить. 3. Шестые. Ну, 2 хотя бы. Ладно. Смотрим. 2 до 6. 7 ран затянешь. Бинь, к 4 есть. Еще 3 плюс надо кинуть. Пожалуйста. Ровно. А, там взрыв, кстати, может быть там, потому что стоит чувак. Нет, нормально. Мораль фаза. Парни кидает при потерях в четверо. В 8-ой провалили. А Natural Dread на двойке тоже убегает. Еще двое. Значит, один просто убежал и еще два парни справились. Осталось всего трое культей. Ну и естественно, Кирилл методично наказывает нас за все то, что мы не смогли сделать на прошлом ходу. У Лорда, понятно, шансов не было. У Дредноута тоже. Он, кстати, еще старый. У него нет Дьюти Этернл. Так что, если у вас дернулось, типа, как? 7 ран вошло. Должно было 5. Но у него, да. 7 ран вошло. И он умер. И нам уже воевать нечем. Потому что у нас осталось 3 культиста и 1 командир тактикалов. Третий ход Scrap Chapter. Получили 10 очков за свою точку. 1 КП, потому что красавчики. Ладно, будем пытаться кайтить своими последними четырьмя моделями. Кидаем здесь Advance. И мы кинули 4. Этого достаточно. Наши пареньки прибежали и вот сюда. Короче, встали у этой точки. Но стоят не у стеночки. А здесь паренек наоборот. Встает так, чтобы быть у точки. Но его никто не видел. При этом еще и загораживать. Ну ладно, не загородит всем. Не, что-то я подумал. Ближе идти к Сарку не стоит. Надо дальше этим идти. В общем, сюда отошли. Все, еще точку шкорим. Но долече. Ну да. Мои войска потеряли боеспособность. И мы пытаемся унести, что есть. А есть у нас немножечко очков. Однако дальнейшее будет сильно зависеть от рандома. Потому что это миссия Supply Drop. Где начиная с четвертого хода, точки рандомно исчезают. И вот то, какие исчезнут, по сути и решит исход этой партии. Четвертый ход тысячников. И рандомно одна точка убирается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте 3, 2. Йес! 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 Убрали точку. Бэм! Вот так вот. У меня шансы были, естественно. Я держал эти две точки гораздо больше. Но мы кинули чуть-чуть. Ну, фаза. Адванс танком. Смотрите, что происходит вообще. Бэм! Доехал. Короче, вот там, видите, хвостик желтенький. Это как раз скорик точки. Вот он приехал. Здрасте. И будет пытаться измельто застрелить этого парня. Штатизистый ассалт наружу. Так, а? Хозяин полей. Так. Бэм! На 4. Того 10. Вот так вот вырывается. Смотрите, ему еще вприлично идти. Но, как бы, ничего не боится. Плазмопистолетом в лицо, например. Псифаза. Плюс 100 хит на танк. А у тебя есть еще? Ну, 2 кп. Да. За 1 кп отменили перила. Ну, могут, что бы нет. Плюс 100 хит повесили. Кириллу все-таки хочет перила получить. Он решил по школе по своей мутации террейна сделать. Давай 2 кала. Ну, это... Не один. Нет. Еще бы. 5. Но нужно 6. Ну, ничего страшного. Ладно. Короче, он пытался убиться. Видели. Кирилл, честно, играет. Мельта на 3+. Давайте смотрим. Бэм. Пинк. Так. Теперь 2+. Вот ты гей. Проклятый. Мне самому неприятно. Убил парня. Он был хорош. Он дискорил точку. Он получал бачки. Но нет. Мельта, которая попадает и пробивает с адванса. Да? Под люстухит. Но тем не менее. Что это? Мы здесь, чтобы ломать эти... Жевать жвачку и ломать хаоситов. Как видишь, жвачку ты уже пожевал. И хаосит уже. И хаосит уже. Все дела сделаны. И вот чудо. Шансы были против нас. 2 к 3. Что наша точка пропадет. Но пропала точка Кирилла. Правда, нам с одного выстрела срезали нашего паренька. Он был один. Один выстрел в него пришел. И до свидания. Но тем не менее. Опять же, удачно мы кинули на прошлый ход адванс. Нашими культистами дошли до вражеской точки. И все-таки 10 очков еще мы получим. Четвертый ход. Скраб-чаптер. Мы получаем 15 очков за эту точку. И 1 кпшку. Потому что мы красавчики. Единственное наше действие, которое мы можем сделать, это просто там чуть-чуть-чуть-чуть-чуть отойти. Чтобы на всякий случай там понятно, что они до нас не достанут. Но точку остались скорить. Отошли. На этом ход закончился. Ну да, не 10, а 15. Потому что точек становится меньше. Но очков каждый из них приносит больше. Пятый ход тысячников. Теперь Кирилл кидает. Это до трех. Это с четырех. Давай четверку. Негодяй. Отломал мне точку. Сучонок. Ну ладно, ты честно. Я сломал тебе твою, ты мне сломал свою. Осталось вот это. Тем более там я все уже нашел. Все, что мне нужно. Осталось поискать здесь. Ну в фазу 40 идет просто копать хентай. На точке вражеской. Ну короче там не важно сколько он прошел. Он прошел, до точки дошел, начал делать хентай. К концу ход найдет. Танк стоит, ну потому что что ему делать. И мой пятый ход не имеет смысла. Я могу Тайдс оф Трейтер сделать, например, выйти здесь. И попытаться убить его. Почему бы нет? Логично же, они получат прокачку. Ну-ка, 2 кп. Кирилл решил обезопасить себя при ставить на танк. Что мало ли, что там будет бить тело. Не боится ничего? Ничего не боюсь. И за 4 коммун-поинт. Я в прошлый раз забыл. Сделать на 3 плюс себе дополнительный команд-поинт. Коммун-поинт, да? Логично. Да. Бам! Сюда встали в 9 от этого парня. Стрельба. Танчик с 5. Ух ты, смотри, чего. Прям 2 раз попал. Да, 3. И на 5 плюс, пожалуйста. Ничего. Автоган из 4. 6. Не убили, конечно. Ну давай, в профиль скинем тебя. Нет, не скинем. И теперь воткнутся туда на 9 дюймов. Это не они. Ну давайте, последний. Бам! Вот он! Не, 8. Не дошли. Ну ладно, мы пытались. Ну и я хочу обратить ваше внимание на счет. Взяв 30 очков на последнем ходу, Кирилл практически догнал меня. И по сути, если бы порандомило по-другому, то хрена лысого бы я вывел. Да, это не так важно в крюссейде. По-моему, в этой миссии мы вообще РП только разыгрывали. Но тем не менее, приятно затащить последними тремя культистами против танка и полноценного мага. Короче, этот странный ростер свою первую партию каким-то образом умудрился выиграть. Ну а мы переходим к аут оф экшн тестам и распределению опыта. Аут оф экшн тесты для тысячников. Начинаем с обычных лабрикантов. Трёечка. Теперь культистики. Пятёрочка. Немножко подломилась. Дэш стой по табличке. Бэм. Это колл. Значит, на минус к муву и адвансу. А также черджам. Вот так вот. Раздача экспириенс поинтов. Танк. Участие. Лубриканты. Участие. Плюс они точку изучали хентай. Опыт получили. Этот опыт получил за участие, за изучение точки и маркет фо грейтнос. И эти тоже просто поучаствовали. Но сюда, также за поиск хентая, можно выбрать либо два дополнительных спи, но решили ему Кеос Бун сделать. Первая десятка. Двадцать. Двадцать. И вторая десятка. Один. Один атака дополнительное появилось то 40. Он лучше начал биться. Палкой, ковырялкой просто всех порвет. Аут оф экшн тесты для скраб-чаптера по сесты. Нормально. Обычные пацаны. Нормально. Командир. Нормально. И дредноут. Нормально, смотрите. Вообще все обошлись без эксцессов. Распределение опта. Все по одному. Понятное дело. Но наш лорд набил больше всех за рипер. Два палочка. И маркет фо грейтнос. Мы его выдавливаем в первый уровень. В общем, я лазил, смотрел. Что есть. Как вы понимаете, у меня только один источник. Это rulebook. Потому что в кодексе пока ничего нет. Плюс у нас никаких расширений на данный момент нет. Это первая игра по rulebook. И, к сожалению, куча всего, что у него, в принципе, уже есть. Типа там второй ВС, ФНП. И я думал, думал, думал и решил вот что. Шестой вариант. Флэшбэйн плюс один дамаг коловсе. Как раз вот этого дамага одного, одной ранки не хватило, чтобы убить этого сраного мага. После чего маг закопал нашего героя. Так что пусть будет у нас вот это вот. Вот таким вот образом начинается мой третий уже крюсейд. Напоминаю, я играю за Фрэнка. Я играю за нашу субкубочку. И теперь еще вот за этого пока безымянного. Хотя, вы знаете, имя-то у него уже есть. Потому что к этому моменту ко мне уже вернулись покрашенные именьки. Спасибо Семену, который справился буквально за две недели. И одно из моих пожеланий было дать каждой именьке какое-то рандомное имя. Так что давайте посмотрим, как он их покрасил. И какое имя наш художник дал нашему ларду. Мы взяли за основу нашу старую желтенькую схему. Но решили ее максимально заржаветь. Типа парни в каких-то облезлых, заржавевших обносках ходят. И им не то чтобы нормально. Но как бы что-то другого у них нет. И конечно же покрашенное все это выглядит не таким уж и позором. Надеюсь, кстати, Семен все очень хорошо промыл. Потому что если с них будет слезать краска, я буду, если честно, плакать кровавыми слезами. Ненавижу литье за это. Так, ладно. Мы хотели узнать имя нашего ларда. И вот когда он поворачивается к нам своим правым плечом, мы видим на подставке нефилим. По-моему, у кого-то есть такой самолет. Причем это как-то связано с какими-то мужеложицами. Это намек, Семен? Давайте-ка в комментариях определим гендер нашего Кеос Лорда. Что касается остальных миник, то тактичка у нас, конечно, крайне разноплановая. Но тем не менее, тот факт, что большинство определяющих битцов тут все-таки нургляцкие, неплохо так сочетается с нашей схемой покраса. Ну и как видите, мы немного пакетбашили наших пассестов. Убрали у них все стрелковое оружие из рук и дали им либо клешни, либо какие-то непонятные мечи. Так что теперь это натуральные рогатые пассесты. Ждем нового кодекса, где вместо D3 атак им должны дать как минимум 4. Ну, потому что в кодексе Девгарда это так. Ну и наш красавчик Дредноут. Я, кстати, надеюсь, я сыграю с каким-то Тао в этом Крюсейде, чтобы вот эта вот мизансценка была прям очень нарративной. Не знаю, если честно, есть в списке игрок за Тао, нет его. Но если что, очень жду. Как и опять же новый кодекс ХСМ. Надеюсь, там плазма будет поинтереснее, потому что та, что есть сейчас, ну, по сути, от этого Дредноута толку ноль. Чем они думали, когда сочиняли эти правила? Ну, Д3 выстрела. Причем с постоянным перегревом. Че с этими дизайнерами правил не так, не знаю. Короче, вот такие у нас получились красавцы. А теперь давайте поговорим о тех, кто к ним в ближайшее время присоединится. Собственно, я полностью открыт к вашим предложениям, друзья. Присылайте любой хлам. Я все стерплю. Как работает наша рубрика посылки дедушки Спейсу, надеюсь, знаете. Видели выпуски, так что вот к нам что-то приходит. Мы такие достаем. А, теперь это в скраб-чаптер. Ура! И, собственно, какой-то запас бездомных миник у меня еще есть. Так что какое-то время я смогу делать растера на следующие туры. А в этом кресейде мы каждый тур прибавляем по 5 пауэрпоинтов. Вот так решил Алексей. Но если вы хотите свое творчество видеть в нашем кресейде, то, конечно же, присылайте ваши миньки. Внизу в описании есть мои контакты. Пишите. Можете присылать, конечно, что угодно. И, в принципе, у нас в посылках присылают всяческий хлам. Вы видели. Но лучше, конечно, чтобы из этого получали все-таки юниты ХСМ. А если это будут еще и завершенные юниты, как у Ивана, то вообще супер. Кстати, в сопроводительных записках можно писать бэк этих юнитов, потому что у нас же нарративный режим. Вот как наш нефилим собирает всю эту варбанду из каких-то отбросов непонятных кто, откуда пришел, какой у них бэк, лор. Короче, давайте заниматься совместным творчеством. Ну и да, в конце сезона все, что у нас соберется, мы отдадим кому-то из вас. Я, кстати, обещал первый символ нашего кода, и пусть это будет М. М, значит, Миша. Если собрать все символы из всех видосов, то у вас получится зашифрованное сообщение, которое нужно будет принести на один из наших стримов. Где случайным образом мы выберем одного победителя и всю собранную армию в полном составе ему отдадим. Вот такие вот дела. А на сегодня все, берегите себя и свои миннички. Ссылать поставим и подпишись.